100 тысяч рублей молодым семьям, ежемесячные пособия на детей из малоимущих семей, строительство детских садов и создание ясельных групп. Реализацию этих и других вопросов обсудили на первом заседании рабочей группы по вопросам реализации послания президента Федеральному собранию. В зале присутствовали представители исполнительной законодательной власти, национально-культурных автономий, гражданского общества, высших учебных заведений. Практически все высшепречисленные положения этого послания лежат в непосредственной плоскости региональных полномочий. Это значит, что нас напрямую зависит успешность реализации всех озвученных инициатив. Акцент в первую очередь был сделан на региональных мерах социальной поддержки малоимущих семей. На сегодняшний день в них воспитывается более 19 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет. Уже сегодня подсчитано, что в нашей области малоимущих семей воспитывается 19 тысяч 230 детей в возрасте от 3 до 7 лет. На представление ищущей выплаты, озвученной Владимиром Владимировичем Путиным, в размере половины проживающего минимума, сейчас это составляет приблизительно 5200 рублей, потребуется 1,2 миллиарда рублей ежегодно. Конечно, эта мера позволит вывести из бедности значительную часть семей с детьми. Важным направлением деятельности ведомства станет дальнейшее совершенствование законодательства в именном материнском капитале семья. Одним из наиболее эффективных вариантов предлагаем сегодня направить эти средства на выплаты ежемесячного пособия детей из малоимущих семей в возрасте от 8 до 18 лет. По аналогии с федеральным материнским капиталом. Размер такой пособия, к примеру, может составлять 3000 рублей. И это вкупе вышеуказанный мер позволит свести к минимуму оставшуюся часть малоимущих семей с детьми. Не остались без внимания и молодые семьи. Разработан и готовится к принятию в первом квартале наступившего года законопроект о введении в Лямску дополнительный мер социальной поддержки женщинам, которые родили детей в возрасте не превышающем 25 лет. Как уточнила министр, выплата будет осуществляться на детей, рожденных в период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2024 года. Субсидию смогут получить порядка 600 молодых семей. По данным Министерства образования и науки, ведется огромная работа по доступности дошкольного образования. По подсчетам специалистов ведомства, 168 детей нуждаются в ясельных местах. Строительство детских садов поможет решить эту проблему. В 2021 году мы планируем создать еще 435 дополнительных мест в образовательных организациях, в том числе и для детей до 3 лет. Это приобретение двух помещений для освещения дошкольного образования организации на 100 мест и 50 до 3 в микрорайоне Новой Жизни. В Северского района города Ульяновска срок до 31-го, 12-го, 20-го строительства детского сада на 280 мест в городе Ульяновске, улица Отрадная. На строительство учреждений предусмотрены средства по государственной программе развития образования Ульяновской области. На текущий год более 185 миллионов рублей. Очень отрадно было услышать от Министерства образования, что будут создаваться новые детские сады и строятся. В рамках послания президента будут создаваться новые детские места в ясельных группах, то есть детей до 3 лет. То есть эта программа должна быть выполнена. Если у нас сейчас нет очередей от 3 до 7 лет детей, то есть вот эта проблема от 3 до 3 лет, это тоже должна быть обязательно решена. Изменения коснутся и обеспечения всех школьников начальных классов бесплатным горячим питанием. В Министерстве провели предварительные расчеты средств, необходимые на организацию питания. По предварительным расчетам, одно количество обучающихся с первого обучения в этой класса в 2020 году в регионе будет на уровне порядка 53 300 человек. При количестве 175 учебных дней и стоимости завтрака 59 рублей обеда, приблизительно 68 рублей итогов и потребность ребенка составит в случае организации завтрака 153 миллиона рублей, в случае организации обеда 634 миллиона рублей. Как было подчеркнуто на заседании, послание президента ляжет в основу законопроектной деятельности в Ульяновской области. Задачи, которые обозначил Владимир Путин, требуется сформировать современную нормативно-правовую базу. Предстоит переформатирование регионального законодательства. В него войдут областные инициативы, направленные на повышение качества жизни и благосостояния граждан. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ.